Служение Деррика Принца. Смирение самого себя посредством поста. Часть 2. Сейчас я расскажу вам кое-что очень интересное. Будучи свободными и независимыми людьми, евреи никогда не постились и не раскаивались. Однако, когда они попали в плен, Иоман угрожал их убить, они начали это делать. Я считаю, что это сейчас происходит на нашей планете. Мы свободны и независимы. Однако мы должны решить для себя следующий вопрос. Сможем ли мы правильно воспользоваться своей свободой, или же мы будем ждать, пока у нас ее не заберут? А после этого поступим так, как поступили евреи в Сузах. Находясь там, они смирились перед Господом и поняли, на что способен его жезл. Я молюсь за то, чтобы у нас все было иначе. Однако с нами это тоже может произойти. Мы можем потерять свою независимость и свободу. И мы будем очень сильно сожалеть о том, что мы неправильно ими воспользовались. Давайте продолжим. Итак, вышел указ, лишивший евреев их свободы. Благодаря Мордохею, двоюродному брату Исфири, она стала царицей, несмотря на то, что была еврейкой. После ее воцарения Мордохея отправил ей послание. Это четвертая глава книги Исфири, начиная с 13 стиха. «Сказал Мордохей в ответ Исфири, «Не думаю, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла царского достоинства?» И сказала Исфирь в ответ Мордохею, «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня. Ешьте и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, то есть 72 часа. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю. Хотя это против закона. Если погибнуть, погибну». Это называется преданностью. Для нее было важнее выполнить свои обязанности, чем сохранить свою жизнь. Далее сказано. «Пошел Мордохей и сделал, как приказала ему Исфирь. После этого Исфирь надела свои царские одежды и вошла во внутренний двор царского дома. Согласно закону, человека, приходящего к царю без приглашения, казнили, однако, если царь протягивал к нему свой золотой скипетр, как было с Исфирью, его не трогали. Она постилась и молилась, однако перед тем, как встретиться с царем, она надела свои царские одежды. Закон запрещал постящемуся человеку представать перед царем. Я считаю, что после нашего поста мы тоже должны надеть наши царские одежды. Мы должны брать пример с Исфирием. Кстати, я прочел серию посланий под названием «Исфирь — царица, которую ищет Бог». Она очень впечатлила меня, так как ей постящимся евреям удалось изменить историю своего народа. Если вы хотите изменить историю, то вы тоже сможете сделать это с помощью поста и молитвы, ибо пост и молитва — это смирение самого себя. Мы должны отойти в сторону и позволить Господу выполнять свою работу. В 21 и 23 стихах 8 главы книги Ездре говорится о возвращении изгнанников. Персидский царь велел Ездре провести еврейских изгнанников из Вавилона в Иерусалим. Это было длинное и опасное путешествие, так как они шли через земли, на которых обитали дикие варварские племена. Среди возвращающихся евреев были женщины и дети, которые несли с собой драгоценные сосуды, стоявшие в храме. Основная задача Ездры заключалась в обеспечении безопасности. Он сказал, что он мог попросить у царя, чтобы тот дал ему солдат и всадников. Однако вместо этого Ездра сказал царю, что их Бог заботится о тех, кто ему служит. Другими словами, он полностью положился на Господа. Мы прочитаем этот отрывок. Восьмая глава Ездры гласит, «Провозгласил я там, у реки Агавы, пост, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути». Ибо мы, говоря с царем, сказали, «Рука Бога нашего, для всех прибегающих к Нему, есть благодеющее, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Итак, мы постились и просили Бога нашего о сём, и Он услышал нас. Они дошли до Иерусалима целыми и невредимыми. Я расскажу вам одну интересную вещь. В основе истории американского народа заложены коллективные посты и молитвы. Думаю, вы знали об этом. Также позвольте мне прочесть вам отрывок из моей книги. Она называется «Влияние на историю через посты молитву». Так как я сам являюсь обладателем степеней Кембриджского университета и поддерживаю дружеские связи с Королевским колледжем в Кембридже, мне было особенно интересно узнать, сколько духовных вождей пилигримов получили образование там, в Кембридже. Кстати, я уверен, что большинство людей в Кембридже ничего об этом не знает. Трое из них наиболее тесным образом связаны с историей пилигримов, были Ричард Клифтон, Джон Робинсон и Уильям Брюстер. Клифтон был пресвитером в первичной общине в английском городе Скрубия. Робинсон был пресвитером общины пилигримов в Лейдене. Он отправился туда для поддержки религиозной свободы. Брюстер был пресвитером, который совершил путешествие на майском цветке. Все трое из них получили образование в Кембридже. Джон Робинсон отправился с пилигримами в Голландию, где они могли свободно практиковаться. В Англии они этого делать не могли. Перед тем, как покинуть Лейден и уплыть в Америку, они коллективно молились и постились. В этом участвовала вся община, которая состояла из мужчин, женщин и детей. Сейчас я прочту вам конец обращения Робинсона, цитируемой в книге Вирне Холл, «Христианская история Конституции». Вот что Робинсон сказал этим людям. «Настало время прощаться». Я очень им сочувствую. Настало время прощаться, и только Бог знает, суждено ли ему, Робинсону, снова свидеться с нами. Господь назначил то или нет, но Он объявил нам пред Господом и Его благословенными ангелами, чтобы мы следовали за Ним не меньше, чем Он последует за Христом. Если Богу будет угодно открыть нам нечто новое посредством другого орудия по Его воле, то с готовностью примем все. Как принимали истину Его служения. Ибо Он был уверен, что Господь может открыть несравненно более света и истины посредством Своего Святого Слова. Мне нравится этот подход. Мы не знаем все и должны продолжать учиться. Итак, в тот день они молились и постились, а затем поднялись на корабль и поплыли в Плимут, расположенный в Англии. Оттуда они поплыли в Массачусетс. Эти люди заложили семя, из которого вырос этот великий народ. Я считаю, что для вас настало время вернуться к своим корням. вы должны осознать тот факт, что это событие играло ключевую роль в зарождении этого народа. Существовали и другие факторы, однако они были менее существенными. Хорошо, теперь вернемся к Новому Завету. Многие люди считают, что пост связан только с Ветхим Заветом, однако они ошибаются. В Новом Завете говорится о посте Христа. Давайте откроем четвертую главу Евангелия от Луки и начнем читать с первого стиха. Это начало публичного служения Иисуса. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Часто бывает, что во время поста человек не испытывает чувство голода. однако, когда пост заканчивается, человек становится очень голодным. Публичное служение Иисуса началось только после того, как Он на протяжении 40 дней молился, постился и искал Господа. В первом стихе 4 главы сказано, что Иисус был исполненный Духа Святого. 14 стих, в котором говорится о конце поста, гласит, «И возвратился Иисус в силе Духа Святого». Существует разница между исполнением Святым Духом и служением в силе Духа, однако они объединены постом и молитвой. Многие христиане исполнены Святым Духом, но при этом у них нет силы Духа Святого. Потому что они не подавили свое эго. Согласно Писанию, его можно подавить с помощью поста и молитвы во время Нагорной проповеди, о которой мы уже говорили. Иисус три раза произнес слово «когда». Во втором стихе шестой главы Евангелия от Матфея Он сказал, «Когда творишь милостыню». Обратите внимание на то, что Он не говорил, «Если творишь». Он сказал, «Когда творишь». Он воспринимал этот поступок как должное. В пятом стихе Иисус сказал, «Когда молишься», тут Он тоже не говорил «Если». Он сказал, «Когда ты молишься». А в шестнадцатом стихе Он сказал, «Когда поститесь». Не «Если поститесь», а «Когда поститесь». Иисус относился к посту точно так же, как к милостыне, к молитве. И Он предполагал, что Его ученики будут выполнять эти три действия. Вы помните наш разговор о разнице между учеником и членом церкви? Основное отличие между ними заключается в том, что ученики постятся, в то время как члены церкви не всегда соблюдают посты. Теперь давайте перейдем к книге «Деяния» и посмотрим на принципы, которыми руководствовалась ранняя церковь. Мы откроем тринадцатую главу. Тут говорится о первых миссионерах, которых в те дни называли апостолами. Это был поворотный пункт в истории церкви. Первый стих этой главы гласит, «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринейнин, а еще Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл, который позже стал Павлом. Когда они служили Господу и молились, а также постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Служение Господу этих пророков и учителей включало в себя пост. Кстати, в новом международном переводе сказано, когда они поклонялись Господу, так что поклонение тоже включает в себя соблюдение постов. Вы не можете утверждать, что вы являетесь поклонниками Господа и при этом их не соблюдать. Получив Божие откровения, Варнава и Савл были готовы распространять Евангелие, однако перед этим они опять постились. Третий стих гласит, «Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». То есть эти люди постились и молились дважды. В первый раз, во время службы Господу, а во второй раз, чтобы воодушевить Варнаву и Савла. В 23 стихе 14 главы Дзияний представлен результат их первого миссионерского путешествия. Вот что я вам скажу. «Церковь без пресвитеров — это не церковь. Именно благодаря им она становится настоящей церковью». 23 стих 14 главы гласит, «Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Итак, развитие церкви включало в себя два важных этапа. Отправление апостолов в миссионерские путешествия и назначение ими пресвитеров для каждой церкви. Молитвы и посты, без которых церковь существовать не может, были неотъемлемой частью этих событий. Теперь давайте перейдем ко второй главе книги Иоиля. «Хочу, чтобы вы обратили внимание на пророческий элемент молитвы и поста». Это очень длинная глава, и мы не будем читать ее целиком. Я надеюсь, что потом вы сами ее прочтете. тут описан страшный кризис, во время которого еврейский народ окажется в опасном положении. Однако никто не знает, когда он настанет. Давайте прочтем это пророчество 2 глава Иоиля, начиная с 15 стиха. «Вострубите трубою на Сионе». Тут речь идет о шафаре, который является символом Божьего народа. «Назначьте пост и объявите торжественное собрание». Единственная цель торжественного собрания заключается в поисках Господа. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, «Соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы». Тут речь идет о собрании всей общины, которое можно сравнить с собранием пилигримов в Лейдене. Все члены общины должны будут принять участие в этом мероприятии. 17 стих гласит, «Между притвором и жертвенником доплачут священники». Служители Господни. И говорят, «Пощади, Господи, народ Твой, не придай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Для чего будут говорить между народами, где Бог их? Господь советует своим людям назначить спост во время этого национального кризиса. «Обратите внимание, что Божьи указания в первую очередь касаются старцев и священников». Я считаю, что это правильно. Первый шаг должны сделать именно они. Теперь давайте перейдем к 28 стиху этой главы. «И будет после того». После чего? После поста. «И залию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Благодаря чему начнется излияние позднего дождя? Благодаря коллективному посту. Господь не изменился. Если американские церкви будут действовать правильно, они достигнут хороших результатов. Я верю в то, что с помощью Божьей силы эта безнравственная страна сможет измениться к лучшему. Я не обещаю вам, что это произойдет, так как это напрямую зависит от наших поступков, однако это может произойти, если мы будем правильно себя вести. Теперь я хочу рассказать вам еще кое-что. Это 14 стих 7 главы 2 книги Хроник. Так вот, он гласит, «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их». Я начал проповедовать на эту тему еще в 65-м году. «Недавно Господь сказал мне следующее». Эта проповедь является абсолютно правильной, однако мой народ пока еще не сделал первый шаг. Без первого шага все последующие шаги становятся бесполезными. Первый шаг — это смирение. Но американская церковь не смирила себя. Большинство из нас не смирило себя, и нет смысла делать другие шаги, если вы не сделали первый шаг. Соблюдение постов не превратит вас в смиренных людей. Вы помните историю о фарисее, который постился дважды в неделю и постоянно гордился собой? Вы не получите знаки отличия за то, что вы соблюдаете посты. нам всем необходимо смирить себя. И Господь показал мне простой и практический способ, с помощью которого мы сможем это сделать. Я уверен, что он сработает. Я говорю об исповедании в грехах. Девятый стих первой главы первого послания Иоанна гласит, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Бог не сделает этого, если мы не исповедуемся. Он не простит нам грехи, в которых мы не исповедались. Исповедуясь в наших грехах перед Богом, мы смиряемся перед Ним. человек не сможет испытывать гордость после того, как он перечислил совершенные им грехи. Это был вертикальный аспект, а теперь я хочу рассказать вам о горизонтальном аспекте, который является таким же важным. В 16 стихе пятой главы послания Иакова встречается слово «проступки», которое является синонимом слова «грехи». Я считаю, что переводчики, работавшие над Библией короля Иакова, не хотели обнародовать тот факт, что человек должен исповедоваться священнику. В этом переводе Библии можно заметить влияние политического давления, но тем не менее он является очень хорошим. Итак, 16 стих пятой главы послания Иакова гласит «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». С помощью признания в грехах больной может исцелиться, однако мало кто прибегает к этому способу. Проповедники прикасаются к больным и говорят, что Господь исцелит их, однако перед тем, как это произойдет, они должны исповедаться в своих грехах. Грех, в котором человек не исповедался, мешает его исцелению, однако исцеление зависит не только от этого. Итак, после того, как мы искренне признаемся в своих грехах друг перед другом, мы перестанем испытывать гордость. Муж, говорящий своей жене, «Дорогая, прости меня за то, что я плохо с тобой обращался и грубил, я был нетерпеливым и не учитывал твоих пожеланий, он не гордится собой». Жена также, говорящая своему мужу, «Прости меня за то, что я не уважала тебя и за то, что я занималась только своими делами и думала только о себе, я была очень плохой женой, скорее всего, и она тоже не гордится собой. Исповедание в грехах поможет нам смирить себя». Как я уже говорил, Господь не требует от нас, чтобы мы исповедались во всех грехах, которые мы когда-либо совершили. Однако, если мы откажемся исповедаться в каком-нибудь грехе, Он нам его не простит. Я хочу предложить вам прямо сейчас исповедаться в своих грехах перед Богом. сделайте это открыто и, самое главное, искренне. В Библии сказано, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Существуют грехи, действия и грехи без действия, которые я буду разбирать в следующем послании, если, конечно, я доживу до этого момента. Сегодня мы не будем говорить на эту тему. Теперь давайте исповедуемся в своих грехах перед Господом и позволим Святому Духу помочь нам. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org. Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.